МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Якость, проверенная годами, и доведелись о чем зараз живет Гомсельмаш, буйнейшего творца сельско-господарчей техники. Трамплин для будущих великих перемог. В городе над Сожем стартовал открытый турнир по теннисе «Гомел Бэйби Кап». А зараз об этом иншим больше подробно. Гомельская область – приклад для всех у подрыхтовцы датя пляльного сезона. Высокую отзнаку проводимой в регионе работе дал сегодня министр энергетики Виктор Керанкевич. И он принял удел в посаджении Гомельского облвыконкама. По шпорту готовности все теплокрыницы и теплосвожилцы отримали до 1-го вересня. Как отзначил керавник региона Иван Крупко, в область загадя рыхтой объекты до осенне-зимового перееду. Повод для слов губернатора напередать не был накерованный рекомендационный лист у района и прояснуючих умовах на двор я уключить оцепление в установах социальной сферы с сегодняшнего дня. Особенно старшиня облвыконкама звернув вагу на проведение капитальных ремонтов жилых домов, створение необходимых запасу палева для насельництва, проведение упорадок территории после ремонта теплотрасс и иншие моменты, которые важно уличить при подрыхтовке до зимы. А пошний звонок у школы молодого керавника. По свечению выпускника проекта отримали 22 удельники. Нагадаем первого красавика бегущего года в регионе стартовал проект подрыхтовки будущих керавников для агропромысловой сферы. По инициативе старшиня Гомельского облвыконкама он пройшел в новом формате. У левших девочих сельгазпредприемствах в области была увидена новая посада наместника директора. Новые працовные места заняла перспективная молодь. За удельниками замоцевали наставника у керавников базовых господарок. У основе навучения практика ориентованный подход. 12 человек уже работают руководителями. Фактически по 4 человекам идет согласование. То есть фактически 54% уже работают. Идет согласование. И 6 человек приняли решение, что они возглавят так, как договаривались, в своих районах в будущем или в предстоящем будущем станут руководителями своих районов. Или примерно в тех объемах или в тех направлениях, где мы договаривались. Работа школы в таком формате протягнется. Уже зараз идет обмеркование программы и вызначение тех, кто будет у нее заняты на будущий год. А сегодняшние выпускники отримали посвящение и венчование от керавника региона. Якость проверенная годами. У недели в нашей краине будет значаться День машинобудовника. Гомсельмаш сегодня заявляется флагманом Айчиной Галины. Дякуючи инновациям, предприемство динамично развивается, что становится отбиваться на агульных поспехах, как промысловости, так и аграрного сектора. Чем зараз живет буйнейший вытворца сельско-господарчей техники – в наступном материале. Предприемство традиционно делает ставку на инновации. Коля 120 человек заняты на экспериментальной вытворчасте. Евген Полищук начинал свой шлях наладчикам станков. Зараз уже третий год займается распроцовками. Складает программы для станков с лечебным программным управлением. Лечит, что за 3D-моделированием будущая. Гетахутка, якосна и перспективна. В цеху все нравится. Я как один из первых людей, которые внедрили в производство индустрии 4.0, то есть создание управляющих программ для станков посредством 3D-модели, которую разрабатывает конструктор. Я один из первых людей. Работа мне очень нравится. Хороший коллектив. Будущая прекрасная. Добро наладжена на заводе и кадровая политика. Перспективных керовников выращиваются уластными намаганиями внутри коллектива. Александр Жуков на завод пришел в 2008-м. Починал слесаром механо-сборочных работ. Зараз у начальника целый цех. Узвание отказности свыше 400 человек. Керовать с такой колькостью специалистов непросто. Тут главное – знайти подыход для народа и уластный настрой. В чем-то секрет? Наверное, скорее всего, это все-таки любовь в своей работе. Я думаю, что в этом. На любом рабочем месте, где я работал, я всегда относился к своей работе. Ну, можно сказать, с любовью. Заслуженная работа также и линейных руководителей, которые у меня работают в цехе. Мастера, начальники участка, замы по производству. Заслуженная работа всего коллектива. Пакулю одним цеху распрацовывать новые модели, а у иншим их сбираюсь, на рампе актуна вядзется погрузка готовой техники. И гэта не глядзючы на санкции и складанные с внешнеполитычные умовы. Комсельмаш с долю нарастить вытворчасть и реализацию продукции. Объемы продажу с 2019 года постоянно повялишиваются. Продприемство забеспечено заказами до конца года. Поступила продаплата за свыше чем 641 техники. Каля 70% продукции идя на экспорт. Основаны на керунок сбыту, Российская Федерация и Казахстан. Безусловно, расширяем линейку нашей техники и представляем в других странах СНГ. В текущем году большой рост у нас в Молдову по объемам продаж. Мы переориентируем туда европейские машины, которые были изначально для Европы предназначены. Идет поставки в Таджикистан. Прорабатываем сейчас расширение объемов. И в Узбеке страны, и другие страны СНГ. Наша линейка машин уже широко известна в африканском регионе. Мы уже в двух классах машины туда поставляем. И планируем в текущем году, возможно, еще одну класса машины туда вывезти. Любый поспех в предприемствах – это упершую чергу люди, которые что дня прикладают максимум намаганий на своих працовных местах. Предприемство не спыняется. На переде – шмат планов. Марина Васильева, Валерия Хапанько, Телерадо, компания «Гомель». Таких масштабов «Гомель» я еще не бачу. Один и День Беспеки сегодня проводят у каждом кутку нашей краины. Традиционно на начале научного года школьникам и студентам нагадывают о правилах безопасных поводин. Чем удивили детей в этот раз, расскажет Жанна Минина. Здесь не только работа Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также других силовых структур, общественных организаций, а также органов власти. Безусловно, польза есть от этих мероприятий. Мы продолжим проведение подобных акций и распространим их на всю территорию нашей области. Усе плясовки працавали у интерактивной форме. Это наиважнейшая идея акции. Гульнявый формат допомогает детям значно худшей запомнить життево необходные правила. Чтобы они могли в любой ситуации не паниковать, а понять, что им нужно делать, позвонить в МЧС и ждать помощи. Подобные акции – это еще и профориентация. Дети знакомятся с працею разных ведомств, которые упромирают на себе ролью супрацовников разных ведомств. Детям очень нравится. Все готовы изучать. Все новые, им интересно, конечно же. Примеряют формы разных служб. Тоже это интересно. Некоторые детки, конечно же, говорят, мы тоже хотим работать и в МЧС, и в ГАИ, и в ОСВОДе. Это очень приятно. У Владислава Махауцова подчас проведения 1-го дня безпеки вызначился, кем хочет стать. Лично я хочу пойти в ППС, как и мой брат. А потом на заучку, выше. Ведовищности додала имитация тушения пожаров и показальное выступление спецподразделений. Не глядя на их эффектность, детей зачаровал службовый собак и кинологов. Я увидела, как перезаряжают снаряжение. Я увидела собаку, я ее покладила, я ее потрогала. Потом мы поучаствовали в конкурсах, отгадывали загадки и получали всякие наклейки и журналы. Мне понравилось играть в игры, получать призы. Тут есть собаки, всякие пистолеты, которые можно перезаряжать. Что понравилось? Собака. Традиционный пункт дня безопасности – учебная эвакуация. Максимально наближенную до реального пожара у одним из университетов обстановку допомогла створить дым-машина. Все спрацовали зладженно. Меньше чем за три хвилины удалось эвакуировать амаль 300 человек. Эвакуация прошла достаточно быстро. В нормативное время работники и дети вложились. И, конечно же, видно, что персонал обучен, грамотно действовал. Но есть определенные недостатки, которые были отмечены в ходе подведения итогов. Указана администрация объектов. И в дальнейшем мы проконтролируем, чтобы эти незначительные недостатки были устранены. Установы администрации зауседы на повышенном контроле у супрационников МНС. Проверка пожарной безопасности у них проводится не меньше за два разы на год. Жанна Минина, Александр Лупиненко, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня сусветный день без автомобиля. Что год долучается до международной акции и наша краина. Беларусы робят выбор на корыст прогулки пешу и на велосипеде. Дорогие водители, которые отмывались от выкорыстания своего автомобиля сегодня, могли скоростаться автобусом и троллейбусом бесплатно. Для этого необходимо было предъявить водительское посвящение и посвящение об регистрации транспортного сродка. Аутотранспорт разбурает биосферу планеты и навод самого человека. По статистице, забрудживание выхлопными газами прикрывает выкиды всех промысловых предприемств. Тому громадский транспорт и прогулка пешу – первый крок до вертования планеты. Отношусь к этому дню положительно. Ведем здоровый образ жизни. Я вообще хожу пешком, на работу и с работой. А обеденный перерыв посвящаю бегу. Не каждый день получается, но раза два в неделю стараемся пробежаться, взбодриться. У першиню день без автомобиля был проведен в 1973 году в Швейцарии. Улады краины в связи с палеонным кризисом закликали громадян отмовиться от машин на четыре дни. В сучасных умовах пойти на подобное обмежевание просто немогчимо. Рытмы городского життя, праца и многие иншие факторы не дозволяют их это зарабить. Але у нашей краине есть сприяльные умовы для операсовывания на велосипеде. Распрацовываются велосипедные маршруты, доброупорядковываются велопроезды и велопарковки. У меня всю жизнь на велосипеде просто. Без праздников. Все время на велосипедах катаюсь. Здесь, на самом деле. У меня было много возможностей машину приобрести. Я просто не хочу. Я считаю, что это хорошая идея и это нужно применять. Отлично. А каким транспортом вы пользуетесь? В основном пешком, но у меня тоже есть автомобиль. Вы сегодня отказываетесь в этом автомобиле? Ну, поскольку он на ремонте, да, отказываюсь. Но если бы я знал, что есть такой праздник, я бы поддержал такую идею. Это хорошая идея. День без автомобиля даёт нам махчимость по-иншему поглядеть на свой штадион и распорадок. Автомобиль не замену в далеких поездках. Они не так уже и потребен у поседённых житей. Дыхать чистым поветром – норма. Але какое оно будет, залежит только одна из самих. Виктория Крюда, Валерий Гапанько, Телерадио компания «Гомель». В городе над Сожем стартовал открытый турнир по теннисе «Гомель Бэйби Кап». За перемогу змагаются юные спортсмены. Узросту дельников – 8, 9 и 10 годов. С поборництвы проходят на базе областного комплексного центра Олимпийского резерва. Я не собрали колеста теннисистов. География – «Гомель», «Могилёв», «Светлогорск». Турнир традиционный, завсёды проходят на початку нового учебно-спортивного года. И что важно, «Гомель Бэйби Кап» с часом набывает всю большую популярность. Подобные спортивные встречи содействуют повышению взрыва юных удельников и з'являются трамплином до будущих великих перемог, запевняют организаторы. До речи, Гомельской школе тенниса есть чем гонориться. На рахунку ее выхованцев не мало досягнений. Среди наших детей есть победители первенства республики в возрасте до 12 лет, до 14 лет, до 16 лет, до 18 лет. У нас воспитанник нашей организации спортивной Денис Жарин, участник Кубка Девиса. У нас Дарья Хамутянская, призер первенства Европы в команде. Есть резерв. Сегодня у нас многие ребята, которые уже играют на уровне сборных команд в республике, по возрастным своим группам. Открытый турнир «Гомель Бэйби Кап» завершится 24-го вирусня. Переможцы отримают призы от Белорусской федерации тенниса. Старшиня комитета держконтролю Василь Герасимов завтра проведет прямую телефонную линию и прием громадян у Чачарским райвыконками. Звернуться до кировника ведомства можно с 13.30 до 15.00 годин. Нумер для сувязи – 802-332-2-70-81. Для попереднего записи – 802-332-7-79-23. И 802-332-7-83-35. Промую телефонную линию и прием громадян завтра проведет так само первый наместник старшиня комитета держконтролю Дмитрий Баско. Зворота чекают у Кармянским райвыконками. Промая телефонная линия пройдет с 13.00 до 14.00 годин. Звертаться треба по номеру 802-337-2-16-56. Прием громадян отбудется с 14.00 до 15.00 годин. Попередний запись по телефону 802-337-2-12-10. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...